Всех приветствую! Сегодня расскажу об очередной своей самоделке или переделке, и как вы уже поняли из названия видео, речь пойдёт о неттопе, который я сделал из нетбука. Но для начала расскажу небольшую предысторию, если вам не интересно, можете её перемотать. Когда-то довольно давно один человек мне принёс девайс под названием NCH1, расшифровывается как усилитель низкой частоты школьный. К сожалению, подробной информации мне по данному устройству найти не удалось, в интернете были только объявления по продаже таких штуковин. Впрочем, это и не важно. Обычный транзисторный усилитель, видимо, предполагалось его использовать для демонстрации каких-то физических опытов, но звук у него довольно паршивый, поэтому особой ценности не представляет. Я его сразу же пустил на запчасти, а вот корпус меня заинтересовал значительно больше. Ещё тогда у меня появилась идея собрать в нём либо нормальный усилитель, либо компьютер. Проблема в том, что нормальных материнских плат, которые бы влезли в этот корпус, у меня тогда не было, а покупать их не хотелось. Поэтому корпус несколько лет без дела валялся в гараже. Ну а пока он там валялся, мне понадобился небольшой переносной компьютер, желательно подешевле. Поэтому я купил нетбук Lenovo S110. Какое-то время я им пользовался, в принципе он своё отработал, но в конце концов начал ломаться. Сначала сдох шлейф матрицы, позже клавиатура, я решил его уже не ремонтировать, к тому времени он мне был не нужен. В то же время выбрасывать или продавать по запчастям я его тоже не захотел. Подумал, раз материнская плата исправная, её ещё можно для чего-то использовать. Вот тогда я вспомнил про корпус от усилителя и решил собрать в нём небольшой компьютер, который сейчас покажу. Итак, вот что у меня получилось. Сразу можете заметить, что корпус я перекрасил. У меня сохранилась оригинальная боковая панелька, она имела вот такой серый цвет. Естественно, весь корпус тоже был покрашен в серый, но такой цвет меня не устраивал. Сначала я думал покрасить его под камуфляж, но для этого надо было купить краску 50 оттенков зелёного. Это довольно дорого, поэтому я просто покрасил в чёрный. На передней панели расположены две кнопки и два индикатора. Сверху синяя кнопка – это кнопка питания, сниже – кнопка сброса, то есть ресет. Но она, к сожалению, не работает. Видно, там в шлейфе что-то не контачит. Но мне лень с этим разбираться, по большому счёту эта кнопка здесь и не нужна. Также есть два индикатора синего и красного цвета. Это, соответственно, индикатор питания и активности жёсткого диска. Задняя панель выглядит поинтереснее, в том смысле, что на ней гораздо больше компонентов. Во-первых, сразу видно две Wi-Fi антенны. Я их просто приклеил к задней стенке, не думая, что это хорошо скажется на уровне сигнала. Всё-таки антенна приклеена практически напрямую к металлической поверхности, и работать оно нормально не должно. Кое-как работает, но я думаю, лучше антенны расположить на каком-то расстоянии от корпуса. Может быть, какие-то электрические штуковины туда подложить. Но для начала надо почитать, на каком расстоянии. Там то ли четверть длины волны, то ли половина. В общем, это надо смотреть в умных книжках. Также есть разъём под проводную сеть. Разъём питания. Разъём 3,5 мм под колонки, наушники или гарнитуры. Здесь комбо-разъём, так что микрофон тоже можно подключить. USB один порт. И VGA. К сожалению, это единственный видеовыход, который был в ноутбуке. Также есть вот эта штука. Это гнездо для предохранителя. Сейчас вместо предохранителя там перевычка. И вообще единственный смысл, почему я его поставил, это закрыть дырку в корпусе. Была ещё одна дырка, которую я хотел закрыть. Она была вот здесь. По-моему, провод питания раньше из него выходил. Но неважно. Сейчас я её немножко сделал больше и вставил прозрачную пластмассу. Это был какой-то индикатор раньше. А сейчас я туда вклеил светодиод, и это индикатор блока питания. Если подключить блок питания, то он будет светиться жёлтым. Переходим к боковой панели. Ну тут, в принципе, ничего интересного. Просто два USB порта. Изначально я думал, может быть, поставить хаб внутри, вывести несколько портов просто, а один из них задействовать под какой-нибудь кардрейдер и тоже его сюда встроить. Но в итоге подумал, что всё это не нужно. Просто лишние трудозатраты. И сделал обычных два USB порта. Снизу и сверху нет ничего особо интересного. Только вентиляционные отверстия. Чтобы немного их прикрыть, защитить от пыли и улучшить внешний вид, сверху я заклеил их тканью тёмно-синего цвета. Также внизу есть ножка в виде металлической скобы, которую можно откинуть и использовать устройство в таком положении. А теперь самое интересное. Что же там находится внутри? Ну сейчас откручу верхнюю крышку и покажу. Кстати, откручивается она довольно просто. Нужно вывинтить два болта сзади, и крышка может быть откинута. Без проблем. Сразу предупреждаю. Делал я не особо аккуратно, поэтому внутренности могут некоторых людей шокировать. Так что приготовьтесь, уберите детей от экранов, и я открываю крышку. Первое, что видно, это ткань от штанов, которая приклеена обычным сухим клеем. Ну вот я расположил камеру сверху, чтобы было лучше видно. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, вентилятор. Довольно большой, по-моему, 80-миллиметровый. Почему я его вообще сюда всунул? Дело в том, что родная система охлаждения у нетбука была, ну скажем так, она работала вопреки законам физики. Небольшой кусок алюминиевой фольги и с каким-то вентилятором. Никаких тепловых трубок, никаких ребер для рассеяния тепла. В принципе, оно работало, но процессор легко нагревался до 70-80 градусов, поэтому я под вентилятором приклеил прямо к чипам радиаторы. Вот можно видеть через лопасти. Надеюсь, видно. И поставил на стойках обычный 80-миллиметровый вентилятор от компьютера. Кстати, он практически не шумит, по той причине, что рассчитан на 12 вольт, а ему поддаётся, по-моему, максимум 5. Так что вращается он на небольших оборотах и поэтому не шумит. Потом разъём для проводной сети. Я его взял из вот такой розетки. Если её разобрать, то там плата с впаянным разъёмом. Я эту плату здесь выдернул, подпаял кусок патч-корда, ну и там дальше он втыкается в стандартный разъём, который был в нетбуке. И дальше шлифом уже соединяется с материнской платой. Жёсткий диск крепится на таких алюминиевых уголках с двух сторон. Вот индикаторы для питания и жёсткого диска. Изначально они были рассчитаны под неонки, но я их переделал под светодиоды. Светодиоды, опять же, подпаяны к материнской плате. Как я уже говорил, единственный смысл этого предохранителя – это закрыть дырку в корпусе. Сейчас вместо него перемычка, так что толку мало. Ну, надеюсь, если там что-то замкнёт, то перемычка сгорит раньше, чем будет питание. Так что, может, польза какая-то есть. Разъём питания, слава богу, стандартный. Светодиод подключён прямо к нему, ну, через резистор, естественно. Тут резистор термоусадки. Светится жёлтым всегда, когда блок питания включён. Не особо полезно, но, опять же, дырку в корпусе закрывает. Материнская плата закреплена на куски текстолита. Вот его видно. Стоечками к нему прикручено. А текстолит держится на вот таких вот штуковинах снизу. Ещё покажу разъёмы USB на боковой панели. Они закреплены следующим образом. Здесь небольшая платка, которая шла к одной из стенок нетбука. И шлифом соединяется к материнской плате. На этой платке маленькой есть отверстие, которым она прикручена к уголку. И с помощью этого уголка она держится на боковой поверхности. Саму эту поверхность я заменил. Изначально, ну, уже показывал, она выглядела вот так. Утопленная штука такая. Она сюда не помещалась. Поэтому я сделал просто из текстолита, выпилил такую пластину и её закрепил. Всякие мелкие разъёмы, например, вот для сети или для питания, закреплены на батарее с помощью термоклея. Сама батарея закреплена на стяжках. Ну, в принципе, это держится довольно неплохо. Батарея по большому счёту не нужна, потому что без питания не будет работать монитор. Но я всё-таки решил её не убирать. На случай, если кратковременно отключится блок питания, то нетбук продолжит работу и все данные сохранятся. Ну, вот как-то так всё это жуть выглядит. Сейчас я её соберу обратно. Ну, а пока собираю, расскажу о том, куда это можно применить. Во-первых, можно, конечно, использовать как компьютер для работы. Игры он, конечно, не потянет. Нетбук изначально слабый. Также я рассматривал вариант применения этой штуки в качестве IPTV приставки. Например, можно подключить какой-нибудь старый монитор и смотреть телевизор на нём. Ну, или в крайнем случае, как компьютер для гаража или для дачи. Но, признаться честно, применение данной штуки я пока что не нашёл. Валяется она у меня как запасной компьютер. Ну, в принципе, всё, что можно было рассказать про этот неттоп, я рассказал. Осталось только продемонстрировать его работу. Монитор я к нему уже подключил, питание тоже. Поэтому нажимаю кнопку питания, и он запускается. Видно, что горят индикаторы, питание, жёсткого диска. Есть логотип Lenovo. Ну и сейчас пойдёт грузиться операционная система. Здесь установлена Windows 7. В прошлый раз я её выключил некорректно, долгим зажатием кнопки. Поэтому подожду, пока дотикает таймер. Мне лень искать USB клавиатуру. А вот мышку я, пожалуй, подключу. И подключу это в боковой порт. Один из двух. Мышка работает. Итак, винда захрустилась. Я надеюсь, было слышно звук. Мышка также определилась и нормально работает. Сейчас покладываю по менюшкам. Просто зайду в свойства системы. Покажу, какой здесь процессор, сколько памяти. Процессор здесь, конечно, довольно слабый. Это Intel Atom N2800. Работает на частоте 1,86 ГГц. Два ядра с гиперплеидингом. То есть, четыре потока. В памяти установлено 2 ГБ и винда 32-битная. Вообще, интересно. Процессор 64-битный. Но 64-битная операционка на нём ни одна не устанавливается. То есть, эта функция не поддерживается либо чипсетом, либо где-то в биосе. Но это нигде настроить нельзя. То есть, вот такая проблема у некоторых нетбуков возникает. Будьте внимательны. На этом, пожалуй, всё. Если видео вам понравилось, вы сами знаете, что делать. Если у вас есть какая-то информация по УНЧШ или мысли о том, что я только что показал, приветствую это всё в комментариях. Можете также на канал подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео. И на этом прощаюсь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!